Всем привет! С вами Арина и свежий выпуск новостей от крупного игрового портала Game Awards. Сегодня в выпуске. Анонс игры Fallout 4 увеличил продажу Fallout 3 в 12 раз. Square Enix анонсировали новый онлайн-шутер для ПК. Игрок EVE Online пожертвовал свое судно на благотворительность. Компания Electronic Arts разрабатывает игру Mirror's Edge Catalyst. Fallout 4 увеличил продажу Fallout 3 в 12 раз. Согласно данным магазина Amazon, продажи известной постэкополитической ролевой игры под названием Fallout 3 выросли на целых 1163%, а это практически в 12 раз. И это на следующий день, сразу же после анонса игры Fallout 4, что вполне хорошо. И действительно, после такой новости вновь хочется окунуться с головой в увлекательную вселенную игры Fallout. На данный момент сейчас самое подходящее время вспомнить давно пройденные и непройденные игры серии, так как события предыдущих частей будут связаны с Fallout 4. И на данный момент в Steam скидки на игры серии Fallout составляют целых 50%. Напоминаем, что релиз Fallout 4 может состояться уже в этом году. Square Enix анонсировали новый онлайн-шутер для ПК. Совсем недавно компания Square Enix опубликовала небольшой тизер-видеоролик новенького онлайн-шутера под названием Figure Head. Как нам удалось выяснить, игра создается исключительно для ПК-геймеров. Судя по видеоролику, игроков ждут битвы между роботами в классическом режиме 5 на 5. Кроме этого, как мы видим, железяки могут не только стрелять из своего оружия, но еще и биться в ближнем бою. К тому же, тут явно будут присутствовать няшные японские девочки, которые, как обычно, одеты в самые откровенные костюмчики. На данный момент неизвестно, в каких именно странах будет доступна данная игра, но то, что Япония будет ключевым местом, очевидный факт. Возможно, немного больше деталей разработчики поведают игрокам на E3. Игрок EVE Online пожертвовал свое судно на благотворительность. Игрок под ником Davinian, который является одним из вполне состоятельных игроков игры, EVE Online собирается уничтожить свое самое драгоценное судно, титан-модели Эребес. Этот игрок дал слово вывести свое судно в один из секторов космоса, где его публично смогут расстрелять все желающие игроки. Это своеобразный знак благодарности поклонников EVE Online, которые, в свою очередь, насобирали 21 тысячу долларов для борьбы с раковыми заболеваниями. Как стало известно, игрок Davinian уже в течение нескольких лет принимает участие в благотворительном мероприятии под названием «Лукемия Кап Регаты», где его судно занимает первое место по количеству собранных наличных денег. В этом году регата уже началась 6 июня, а дата жертвы назначена на 4 июля. К слову, Титаны – это самое огромное судно в игре EVE Online, которые как прекрасно вооружены, так вполне и быстры. Как правило, подобные корабли строятся какими-нибудь альянсами или же корпорациями для боя, поэтому накопить обычному игроку на подобное судно достаточно трудно. Компания Electronic Arts разрабатывает игру Mirror's Edge Catalyst. Британская юридическая компания под названием J.A. Camp зарегистрировала недавно марк для компьютерного игрового программного обеспечения и связанных с ней сервисов. Предполагается, что заказ на регистрацию этого товарного знака совершила компания Electronic Arts, но вот они пока что не решились подтвердить свою причастность к этому. Многое остается неизвестно, как связана официально анонсированная Mirror's Edge с недавно всплывшим проектом. Ведь новая игра, что находится в разработке у компании DICE, носит обычное название Mirror's Edge. Даже несмотря на то, что игру называют второй частью, компания DICE вместе с EA говорят о том, что это перезагрузка серии. Также не исключается то, что Mirror's Edge Catalyst будет выпущена для мобильных платформ, поэтому может быть лишь подобием истинного образа игры. Кроме этого, можно предположить, что игра может стать неким приложением-компаньоном для оригинальной части. Несмотря на все догадки, многие фанаты ссылаются на то, что игра станет приквелом в серии, в которой поведает о прошлом Fade. Помимо этого, издатель игры уже официально зарегистрировал доминое имя Mirror's Edge Catalyst.com. В любом случае, если что-то мы сможем узнать об игре, то только на E3. На этом мы завершаем наш выпуск. С вами была Арина. Надеемся, вам понравилось. Если это так, ставьте класс, пишите отзывы и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч в новых выпусках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok